Об аномальной жире предупреждает Главное управление МЧС России по Приморскому краю. Во Владивостоке температура воздуха составляет 32 градуса, но с 23 по 27 июля синоптики обещают повышение температуры. Службы не рекомендуют гражданам долго находиться на солнце. В дневные часы в южных районах выше 35 градусов, в западных и центральных выше 37. В связи с полученным штормовым предупреждением, Главное управление МЧС России по Приморскому краю рекомендует гражданам, страдающим с сердечно-сосудистыми заболеваниями, по возможности избегать длительного пребывания на солнце. Гражданам, отдыхающих в лесных массивах, воздержаться от разведения открытого огня. Не оставляйте детей и животных в салонах автомобилей без присмотра, даже на непродолжительное время. С учетом жары в помещениях, оградите маленьких детей от открытых настиж окон, во избежание несчастных случаев. Старайтесь побольше употреблять питьевой воды. В таких условиях в набитом людьми автобусе дышать почти невозможно. В движении ненадолго спасают открытые окна, но в пробке опять становится невыносимо жарко. Практически во всех автобусах, кроме новых моделей, кондиционеры не работают. Кондиционеры, конечно, работают, но не везде. 50 на 50, как-то вот так получается. Без кондиционера очень жарко ехать. Очень душно, очень плохо, да. А в некоторых автобусах хорошо, комфортно. Кондиционеры работают. Окна открыты, вот все проветривание. Кондиционеры очень редко. Если открыты окна, они же закрывают кондиционеры. Если, конечно, уже едешь и совсем плохо, включают. Я думаю, что тут и водителям плохо. Автобусы не все современные и не все кондиционеры работают. Не во многих, нет, нет, не работают. Написано кондиционер, а он не работает. Автобусы во Владивостоке некомфортны. Люди скептически относятся к тому, что их мнение учтут транспортные компании. Горожане уверены, что обстановка с транспортом в городе не изменится, а внутри автобусов будет по-прежнему жарко и душно. Екатерина Зверева, Игорь Егоров. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова